Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Надеюсь, вы будете смотреть не хуже, чем карьеру за игрока. Потому что этот формат более мне нравится. Потому что немножко тоже надо уходить из домашних посиделок, где я могу записывать в домашних условиях вот эти ролики про эволюшн сокеру. И тоже небольшие коллаборации с людьми, которые относятся к футболу. Ну все, отходим от этой темы. Сегодня у нас карьера за игрока. И сегодня у нас месяц. Октябрь и ноябрь по расписанию. Начнем мы его с матча против Удинезе. Выездная игра Удинезе сейчас идут на пятой строчке. Но это буквально вот одно очко отставания. Сейчас мы идем на первой строчке. По формам сейчас посмотрим. Нормально все. И 92 рейтинг у меня. Поменяли Дебалу и Криштиану местами. Вот таким составом мы будем играть. Ну что же, мы готовы. Поехали. Итак, Удинезе и Ювентус. Выездная игра в чемпионате Италии. Последний матч у нас перед международной паузой, в которой мы играть, естественно, не будем. Мы будем играть только в квалификацию к чемпионату мира. Ну что же, поехали. И вот же, хороший момент. Удар это гол. Отлично. Айрон Рэмзи. 12-ая минута, либо 11-ая там. И забивает с моей голевой передачи. Отлично. И все. Минимальная победа. Голевая моя Ара на Рэмзи нам приносит 3 очка. Что-то при игре не прям сильно так радуется. Чему-то непонятно. Но победа есть победа. 3 очка у нас в кармане после этого матча. Лучший игрок Рэмзи. 7,5. У меня, кстати, тоже 7,5. И после 6 туров мы на первой строчке законной на 1 очко опережаем вторую строчку. И пока что мы еще, слава богу, ни одного мяча не пропустили. 8 забитых мячей в 6 турах. 5 голов и 5 голевых передач. Рейтинг у меня уже 93-й стал. Вот тогда только начали, а уже 93-й. Итак, сейчас у нас матчи сборной. Мы их, естественно, пропускаем. С испанцами 4-0 мы не проиграли. 37-й мой матч за сборную. И сейчас игра против Уруглая. Мы тоже этот матч пропускаем. Но здесь мы даже победили 4-2. И гол смогли даже забить, как я вижу. Было 9, сейчас 10 голов. Ну, неплохо. Итак, следующая у нас игра в кубке против какой-то непонятной команды. Сейчас мы узнаем, как она называется. Кремонесе. Кремонесе. Посмотрим на их рейтинги. Ух. Тут, надеюсь, мы должны просто вырывать разгромные победы. Ну, посмотрим. Выездная игра. Поехали. И вы серьезно? На 6-й минуте мы пропускаем? Как это понимать? Какой-то целый... Вот я просто хочу сейчас посмотреть, что это было. И все. Это минимальное поражение. Мы реально проигрываем кремонесе какому-то в кубке Италии. В первом же матче. Слава богу, что здесь есть ответная игра. Но не знаю, как мы отыграем против них дома. У меня оценка вообще 5-5 за матч. В карьере мы отыграли 180-й матч. Итак, сейчас у нас домашняя игра в кубке Италии. Мы сегодня в старте. Вообще все замечательно должно быть. И должны постараться обыграть. У них брат Донорумы на воротах стоит. А у нас Критсюк. Что ж, тоже интересно. Я не помню, а кто стоял в прошлом матче. Может быть и он. Поэтому Роналду Вар какой-то, кстати, еще в нападении 7-6. Посмотрим. Тоже нужно давать ротацию в кубке. Поехали. Итак, кубок Италии. Мы готовимся сегодня отомстить за прошлый матч. Который мы проиграли минимально на выезде. Но теперь нам главное сейчас не пропустить. И самим постараться забить 2 мяча хотя бы. Удар. Отлично. Как мы сейчас сарабьё-то все это сделали, а? Шикарно. 1-1. Восьмая минута. Вот так вот нужно играть. Замечательно. И это 1-1. И они нам забили. Вы серьезно? Цаофани какой-то. Сравнивают счет в матче. И теперь счет у нас какой-то... На минуточку. Мне надо 2 мяча сейчас забивать. Потому что счет 2-1 в их пользу. Но они забили гол на выезде. И так как понимаете, зачем вы выпустили Критюка, который вообще ничего не делает. Пролетели все мимо. И я забиваю. Вы просто посмотрите, что за чудо-голова. Надо, надо бежать отыгрываться. Забираю мяч. Вы просто сейчас посмотрите, как вложился в этот удар. Просто еще раз это надо смотреть. Пушкой страшной я перекладину и штангу зацепил за собой. Вообще шикарный удар. И все. Из-за этого мы вылетаем в кубки. Проиграв Цаофани какому-то Кремонесе. Вот это дичь какая-то. Но нахрена ставить Критюка, который не может просто потащить в важных матчах. Мой дубль даже никак не спас команду. И все. Это наш вылет из кубка. Забили, правда, 2 гола. 7 голов теперь у нас 5 голевых передач. Мне здесь стоит успокаивает DeLicht. Ну это дичь, правда. Но зачем так вот все это играть? Зачем? Сейчас у нас Лига Чемпионов. Играем мы на выезде против Фенербахче. Роналду Виллиан со мной в нападении. Форма не сливается. Поехали. Итак, Фенербахче против Ювентуса. Интересная игра. Сейчас я так понимаю. Я уже забыл даже какой тур, но 3-й получается. В Фенербахче мы будем играть 2 матча подряд. 3-й и 4-й тур. И все. Ноливание час Фенербахче в Лиге Чемпионов. Лучший игрок стал Бентакуру. У него 7-0 оценка. Бавария здесь Олимпиакос 3-1 разгромила. Мы все равно на первой строчке. У нас 7 очков. И пока что 3 забитых, 0 пропущенных мячей. Итак, сейчас у нас интересный матч. Это матч Ювентус против Наполи. Деликто здесь почему-то показывает. Но Наполи вообще идут на 8-й строчке. Нам сейчас вообще нельзя. Я думаю, не дай бог, чтобы в чемпионате вот сейчас началось поражение. И ничьи нет. Нам этого не надо. Ювентус-Наполи. Поехали. Итак, Алианн Стадион. Ювентус против Наполи. Мы играем в чемпионате Италии. И надеюсь, мы сегодня выиграем. Потому что какая-то у нас серия идет. Хоть мы и выиграли в кубке последний атлетный матч. Но вылетели. И это 1-0. 79-я минута. Льюаренто здесь забивает. И нас заменили. Зачем-то на 93-й минуте. Хотя сейчас уже свисток будет. Вот это серьезно. Смысл был меня менять. Но мы проиграем Наполи. Дома. Замечательно. Льюаренто лучший игрок матча. У меня оценка 6-0. Ну и после седьмого тура мы опустились на вторую строчку. Правда здесь минимальное теперь отставание до Интера. Но просто вот это вот сам факт, что мы теперь не на первой строчке. Так. Сейчас мы в старте играем против Сосуола. После минимального поражения нам нужно перед болельщиками тоже. Немножко так извиниться. Боездная игра у нас против Сосуола. Они идут ниже 10-й строчки. Мы сейчас занимаем вторую строчку. Но будем ожидать, что Интер потеряет свои очки. И мы сможем нагнать снова нашу первую строчку. Сосуола против Ювентуса. Поехали. Итак, Сосуола Ювентус. Интереснейший матч. Сегодня нас ожидает. Ювентус потерял немножко свою форму. Так. Паула Дебала. Замечательно. А мы в касание пробиваем. Отлично. Сами решили с этого угла. 62-й минуты. Это 1-0. Супер. Отлично. Заканчивается матч. Единственный гол я забил на 62-й минуте. И 3 очка у нас в копилке. Ну вот. Долгожданная победа. И у меня оценка 7-5 за матч. Интер там Дженова 2-0 обыграл. Так что у нас все равно. Тройка вот. Первая не изменилась пока что никак. Но у меня уже 8-й гол за сезон. И 93-й рейтинг. Я не помню, когда они успевают меняться. Так. Нас вызвали в сборную России. Ну а сейчас у нас игра против Аталанты. Домашняя она. Аталанты идет тоже ниже почему-то 10-й строчки. Ну надеюсь дома мы должны себя хорошо показать. Вот этот раз. Миранчук на поле. В составе Аталанты. Поехали. Итак. Ювентус готовится к матчу с Аталантой. Действительно очень важный матч. Команда тоже интересная. Аталанты. С хорошим подбором игроков. Но вот что-то показать из себя пока что мало что они способны. На данный момент идут даже ниже 10-й строчки. И меня заменили на 7-7-й минуте. Вышивность у меня Жоа Педро. И все. Заканчивается у нас матч. Нулевая ничья против Аталанты. Дома. Потери естественно очков. Сейчас нас сможет там Рома поджать. Что будем сейчас следить как там. Интер. Рома отыграли. Так. Рома выиграла Эмполь. А Интер потерял тоже очки. Но мы отпустились на третью строчку. А у нас одно очко. То есть если мы бы сейчас выиграли. Мы бы обогнали бы Интер. Вот. Ну а так мы на третьей строчке. Теперь по 19 очков у Интера и у Ромы. У нас 18. Итак мы прокачали с вами боевой дух. Так что сразу же не теряя никакого времени мы будем вкладываться еще во что-нибудь. Надо только посмотреть во что. Суперзамена. Но нет. Давайте я бы прокачал Акробатику. Вот. Тоже интересная немножко. Там через себя может можно бить. Все такое. Тоже интересно. Подачи иногда же все-таки на нас проходят. С угловых. Но сейчас у нас игра в Лиге Чемпионов. Ответная против Венер Бахче. 0-0 мы сыграли на выезде. Сейчас посмотрим как отыграем. Поехали. Итак. Ювентус против Венер Бахче. Интересная игра на сейчас с вами ожидает. И. Ой-ой-ой-ой. Какой гол сбивает Адриан Рабьё. Моя голевая передача в Лиге Чемпионов. 7-2 минуты. Это 1-0. Шикарно. В касании от штанги. Замечательно. Одним подработал. Вторым пробил. И меня меняют. Кстати. Ну голевую я успела дать. Аплодисменты от болельщиков получаю. И Жуа Педр у меня меняет. И все. Радуете Кричану Роналду. Это значит мы в плей-офф. Отлично. Не получилось разделить эту радость вместе с парнями на поле. Но голевую передачу на Адриан Рабьё я отдал. Лучшим игроком матча Соломина Он. У меня тоже оценка 7-5. Ну и наша победа. Наши 3 очка. Мы точно в плей-оффе. Олимпиакос проигрывает Баварии с счетом 2-0. Вот у нас 10 очков. Ну и игра остается с кем? С Олимпиакосом получается там. И с Баварией. Вот. Но это тоже будет интересно. Фейер Бахче потеряли все шансы. Но они будут бороться с Олимпиакосом в выход в Лигу Европы. Итак. Шестая моя голевая передача за сезон. 44-я в карьере. Замечательно. Так. Ну и сейчас у нас игра против Торино. Туринское дерби, как говорится. Вами пройден групповой этап. Отлично. Я на превьюшке к матчу Торино-Ювентус. Мы на третьей строчке. Но в любом случае надо нам побеждать. Итак. Роналду и Бернардески в нападении вместе со мной. Поехали. Итак. Торино-Ювентус. Мы играем сегодня на выезде. Но в дерби есть дерби. И не забиваю, а. Вот просто не забиваю. А нам забивают. И сразу же, причем после этого нам забивают Белоти, а. Не забиваешь ты, забиваю тебе. И это реально сейчас сработал. Сразу же они ушли в контратаку и забили нам. Шикарно. Мы проигрываем. Последний раз нам забивали это именно на поле. И все. Минимальное поражение от Торино. Белоти забил единственный гол в этом матче. И это их естественно единственный удар даже по воротам. У меня оценка 6-0 за матч. Ну и после этого поражения мы сместились аж на пятую строчку. У нас теперь 4 очка от вставания до Интера. Итак. Сейчас международный матч против Португалии и Италии. Так понимаете, либо это Нигерия. Мы пропускаем матч против португальцев. 4-2 мы им проиграли. Ну и пропускаем следующий матч. Обыграли Нигерию. И это был, кстати, 40-й матч за сборную. Ну что же. Сейчас у нас игра против Фиорентины. Играем мы дома. Ну что же. Сегодня мы, кстати, в старте. Жоа Педро, Дуглас Коста и мы. Вот. Ну и вот такой вот состав у Фиорентины. Форма вроде не сочетает. Ну, не схожая. Поэтому поехали. Итак, Ювентус, Фиорентино. Альянс Стадиум. Потеря очков в матче против Торино. Привела к тому, что мы теперь на пятой строчке. Хотя были и на первой. Но вот это вот поражение от Наполя, от Торино. К сожалению, очень огорчило нас. И болельщиков наших уж точно. И вот. Ну, Дуглас Коста это 1-0. Отлично. Не суть важна, что не получилось здесь нам ни гол забить, ни голевой отдать. Без разницы. Главное, что мы вышли вперед. Теперь можно и самому постараться забить. Атаку. Удар. И это гол. Отлично. 2-0. 66-ая минута. Получилось у нас забить гол. Супер. Надо вперед. Да, опять же по ногам не срубают, а. И отлично. Гол плюс пах. Жоак Педро. Супер. Громим. Фиорентин у себя дома. 74-ая минута. Замечательно. И все. Разгромная победа Ювентуса над Фиорентиной со счетом 3-0. Гол плюс голевая у нас за этот матч. Я надеюсь, я стану лучшим игроком матча. Да. 7-5 у меня оценка. Итак, Интер и Милан здесь выигрывают. Рома там вроде, да? Тоже. Где Рома вообще? Что-то Рома не вижу. Рома тоже обыграла. Так что мы остаемся. А, нет. Молодцу. Да, обогнали. 4 очка у нас все так же до Интера. Мы поднялись на четвертую строчку. 9 голов. 7 голевых передач. 60-й гол в карьере. И 45-я голевая в карьере. Итак, играем мы сейчас против Бреши. Я надеюсь, формы у нас не будут совпадать. Да нет. Все замечательно. Мы с Ронал Дугла Коста и в нападении. Болотели у них. И еще до сих пор Тонали. До сих пор за Бреши выступают. Поехали. Итак, Бреши и Ювентус. Выездная для нас игра. Посмотрим, как сыграем против них. Ферентину обыграли 3-0. Гол плюс голевая за последний матч у меня. Подача. И это гол. Отлично. Криштиану Роналду забивает с моей голевой. 12-я минута. Счет 1-0. К сожалению. Удары. Это гол. Вы просто посмотрите, что я творю. Шикарно. Просто великолепные. Голы залетают. Гол плюс голевая за этот матч. И успеваю раздавать и сам забивать. Шикарно. И все. Уверенная победа на выезде. 2-0. Гол плюс пас у меня за этот матч. Шикарно. Я игрок матча. 7-5. У меня оценка. Так. Мы обыграли Бреши. Так. Наполе обыграли. Интер сыграли в ничью. Потеря очков. Рома выиграла. И выиграл также там. Милан. Поэтому все так же на четвертой строчке. Ну и теперь у нас 2 очка отставания до Интера. Вообще шикарно. Это мой был 10-й гол. 8-я голевая передача. За сезон уже. Шикарно. Так. Мы сегодня в старте. У нас игра против Олимпиакоса. Вот. В Лиге Чемпионов. Предпоследняя игра на сегодняшний выпуск. Ювентус Олимпиакос. Поехали. Итак. Ювентус Олимпиакос. Альянс Стадиум. Пятый тур Лиги Чемпионов. У нас уже полностью все решилось. Что мы выходим в раунд плей-офф. Но. Тоже интересно с какой строчки. Хотелось бы впервые выйти с первой. Потому что за Зенитой когда играл я вроде вышел со второй. Итак. Меня заменили на 84-й минуте. Вышел вместо меня Жоа Педро. Итак. Заканчивается у нас пятый тур. Мы играем в мячью с Олимпиакосом. И сейчас нас возможно Бавария обгонит. То есть все опять будет решаться именно в последнем туре. Маккене еще и лучший игрок матча. 7-0 у него оценка. Бавария разгромнила Фенербахчи 4-0. Ну и теперь они на первой строчке. Ну. Посмотрим. У нас 4 всего лишь забитых мяча. Получается по одному. Я не помню там сильно как забивали. Вот. Но против Баварии мы двушку им отгрузили. Значит получается 1-0 мы обыграли Олимпиакоса. 1-0 Фенербахчи. Потому что второй матч мы с ними в ничью сыграли. Все так же у меня 93-й рейтинг. Ну что же. Последняя игра на сегодняшний выпуск. Мы играем дома против Ромы. Это как раз борьба за третью строчку. Мне кажется сейчас будет Ювентус Рома. Формы не похожие можно так сказать. Поехали. Итак Ювентус Рома. Альянс Стадиум. Последняя игра в сегодняшнем нашем выпуске. Ну и посмотрим. Мы неплохо два последних матча провели в чемпионате против Феворентины и Бреши. Но теперь надо нам собраться силами. И финальную игру. Тем более это матч за третью строчку надо выиграть. И отлично. 91-я минута. Предголевой пас моя. Все. Шикарно. Забиваем Рома на последней минуте. И теперь третья строчка за нами. И все. Минимальная победа. Над Ромой я дал предголевой пас в этом матче. Шикарно. Так. И Дублос Коста вышел уже данную замену. И забил. Шикарное решение тренера. Мы обыграли Рому. Там Милан. Кстати обыграл он Интер. И сейчас выглядит таблица вот так. Вот в одно очко мы отстаем до Милана. Я не помню кстати кто все-таки выиграл прошлый сезон. Либо Интер, либо Милан. Вот это я помню. Вот. Но одно очко оно всего лишь отделяет до Милана. 93-й рейтинг. 10 забитых мячей. 8 голевых передач за этот сезон. Вот такие вот у меня статы. Вряд ли они сейчас прибавятся. Вот. Такие вот дела. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим на следующие матчи. И закончим на этом выпуск. И я стал лучшим футболистом мира. Друзья. Мой золотой мяч. Шикарно. Я стал обладателем золотого мяча. Я сейчас даже скажу какого года. Но это же шикарно. Вот такое вот завершение выпуска. Я получаю приз. Лучший футболист мира. 2024 года. Шикарно. Хоть вылетели со сборной мы на стадии 1-й восьмой. Вот. В очередной раз поздравляю вас с наградой лучшей футболистом мира. На этом подиуме вы смотрелись очень круто. Это было незабываемо. Шикарно. Великолепно. Итак, ребят. Я так понимаю, да. Все. Дальше у нас игра уже с Беневенту пойдет. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok